Здравствуйте! В эфире обзор пресса. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. Очередной современный спортивный комплекс появился в столице Чувашии в канун празднования Дня города. Об открытии на Эгеровском бульваре спортивной школы имени Олимпийского чемпиона Валериана Соколова рассказывает газета «Советская Чувашия». Профильное направление фока – бокс, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Впрочем, заниматься в спорткомплексе смогут все желающие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, развитие спортивной инфраструктуры, создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом – один из приоритетов государственной политики. Ежегодно в республике появляются новые спортивные объекты, чтобы все желающие могли заниматься спортом. Найти спортивные занятия по душе. В Чувашии насчитывается почти 4000 различных спортивных сооружений, в которых одновременно могут заниматься спортом до 100 тысяч человек. Сегодня у горожан большой праздник. Новый ФОК предназначен в первую очередь для жителей Новоюжного района, Южного поселка и поселка Альгешева, а также для учащихся близлежащих школ, которые смогут приходить сюда на уроки физкультуры, сказал на открытии комплекса глава Чебоксар Леонид Черкесов. А заместитель председателя Госсовета Республики Николай Малов уверен, что спорткомплекс на Игорском бульваре в Чебоксарах станет кузницей новых рекордов и будущих спортивных побед. На этой неделе Чувашию посетил председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов. В Чебоксарах он ознакомился с работой детсада номер 8, известного как Дворец детской радости, проинспектировал ход строительства новой школы на улице Гладкова, пообщался со студентами Чувашского государственного университета имени Ульянова. Газета «Чебоксарские новости» приводит слова Никонова. На Чувашской земле работают первоклассные учреждения образования, замечательная образовательная система, есть новые крупные проекты – инжиниринговый центр Чувашского госуниверситета имени Ульянова, межрегиональный центр компетенций. Это свидетельство того, что здесь есть могучий интеллектуальный потенциал, который может обеспечить динамичное, прогрессивное, поступательное развитие. На встрече с Никоновым глава региона Михаил Игнатьев отметил, что ежегодно на образование направляется треть консолидированного бюджета республики. К 2025 году в Чувашии будут построены и реконструированы 32 школы. В ближайшей перспективе строительство новой школы в микрорайоне Волжский-3, города Чебоксары и республиканской кадетской школы. Политическим ликбезом и аналитическими изысканиями отметилась на этой неделе газета «Чувашия с Единой Россией». Издание пытается разобраться, что такое грязные технологии 2016 года и как не стать их жертвой жителям Чувашии. Опасаться есть чего. Чем ближе выборы, а они в этом году пройдут 18 сентября, тем яростнее борьба оппонентов за место в депутатском строю. По оценкам социологов, применение черных технологий приводит к обратному результату, приходит к выводу издания, пообщавшись на эту тему с экспертами. Аргументы и факты ищите в газете. Чебоксарам исполнилось 547 лет. Это событие ни одна газета не обошла своим вниманием. Издание «МК в Чувашии», например, описывает гонки по воде. Впервые акваторию Чебоксарского залива опробовали и пилоты так называемой «Формулы-2». Гонщики команды «Нью Стар Рейсинг Тим» показали возможности спортивных болидов, развивающих скорость до 220 км в час на воде. «Нью Стар Рейсинг Тим» – российская гоночная команда, многократный чемпион России, мира и Европы по водно-моторному спорту. Так что зрелище было впечатляющим. Самым масштабным действом в день города стал любимый жителями и гостями столицы арт-проект «Творческий бульвар». На время его проведения центральные улицы столицы превратились в импровизированную сцену. На 75 различных площадках раскинулся настоящий творческий город с населением в 500 творцов искусства. Гостем дня города в Чебоксарах стал Олег Газманов. Его концерт прошел на Красной площади. «У вас очень красивый город. Я интересовался историей Чебоксар. Удивительно, что в начале 20 века здесь проживало 5000 человек. Сейчас 500 тысяч жителей. Видно, что город развивается», – отметил народный артист России. Ну а в ближайшие выходные день города отметит Новочебоксарск, спутнику столицы 56. Газета «Грани» публикует подробную программу праздничных мероприятий. В частности, всю эту неделю перед зданием Музея краеведения и истории города проходят бесплатные кинопоказы на открытой площадке. Начало сеансов в 19.00. Ожидается в фестивале «Резьбы по дереву» молодежный перформанс «Музыка городских крыш». Впервые горожане станут зрителями выступлений рок-музыкантов, для которых концертной площадкой будет крыша музея. На сегодня это все. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин